Добрый день, коллеги! Вообще, для меня эта аудитория очень важная. В 2005 году я здесь сдавал вступительные экзамены в РГГУ, в 2010 заканчивал, в 2013 защищал здесь кандидатскую диссертацию. И эти стены, они для меня родные. И это вуз, которым меня научили думать. На самом деле, Полина все правильно сказала, есть профильные специальности, которые нам интересны, есть непрофильные для нас специальности. Вообще, на самом деле, все то, что происходит в действительности, будь то правительство Москвы, любая крупная корпорация, это сильно отличается от того, чего нас учат в университете, к сожалению. Или к счастью. Почему к счастью? Потому что в наших вузах, в отличие от вузов европейских, британских, американских, учат думать. Думать. Это главный навык, который мы приобретаем, выпускаясь из вуза. И насколько хорошо мы научимся думать, настолько хорошо мы научимся себя применять в дальнейшем. Поэтому про российское образование говорят, что оно является фундаментальным. Это действительно так. Наше образование является фундаментальным, потому что наш кругозор, наш scope of mind расширяет таким образом, что мы можем применить себя везде. Перед тем, как рассказывать про госинспекцию, я немножко расскажу о том, как вообще я появился в правительстве Москвы, и как я студент РГГУ стал теперь сотрудником правительства Москвы. В 2008 году я, как ни странно, попал на практику из РГГУ в правительство Москвы. Тогда был такой контрольный комитет города Москвы, структура, которая контролировала все сферы городского хозяйства. Полгода я ждал назначения на должность, а сложность была в том, что в то время были очень жесткие требования для входа. Человек без высшего образования в принципе не мог стать сотрудником правительства. Была единственная должность, специалист первой категории, которую я мог занять, но, к сожалению, в моем подразделении этой должности не было, и шансы на то, чтобы я трудоустроился в правительстве, были очень малы. Но по счастливому стечению обстоятельств в должность ввели, и в 2008 году я стал сотрудником правительства Москвы на самой-самой-самой низкой позиции, которая есть, в общем-то, и сейчас до сих пор есть в правительстве. В 2010 году я закончил РГГУ с красным дипломом, два года работал, совмещал учебу с работой. В этом же году поступил в аспирантуру, в 2013-м защитил кандидатскую, и все это время я работал в разных структурах правительства Москвы. Так получилось, что в 2011 году от РГГУ я попал, как председатель Совета молодых ученых на тот момент, попал на встречу с президентом. Это для меня было такой достаточно важной вехой, ну, потому что на тот момент я был специалистом в правительстве, встретить мэра, и то было большой удачей, а уж тем более президента. И президент тогда задал мне вопрос, как представителю молодых ученых, какие перспективы развития вы видите у России. И я думаю, конечно, уж он точно об этом не помнит, но я очень хорошо запомнил свой ответ. Я сказал про то, что нам нужно менять, эволюционировать. В стране точно не нужны потрясения. Почему не нужны? Потому что все потрясения в стране завершались массовым отъездом лучших голов из страны, либо их гибелью, к сожалению. Мы помним все 1917 год, 1991 год, и не хочется повторений, а надо эволюционировать, эволюционировать и двигать страну вперед. Сейчас на той позиции, которую я занимаю, я могу это делать. Причем, что важно, наверное, для вас это важно, когда ты ищешь себе работу, у нас когда был третий курс, я себя прекрасно помню, к нам приходила большая четверка консалтеров. Это было вообще самое такое крутое место приложения труда. В PricewaterhouseCoopers устроится или Вернстон Янг. Это было вообще просто вверх совершенства, особенно для экономиста. Я учился на экономическом факультете. Для правительства Москвы, для меня тогда было это что-то такое, потустороннее, я не понимал, что это такое. И скорее в голове у меня было то, что правительство Москвы, как и любая другая госструктура, это что-то бюрократическое. Это бумаги, это какие-то процедуры, которые не очень всем нужны. Это разные отношения людей к этой профессии, простых горожан. И когда я стал сотрудником в 2008 году, во многом это было так, во многом. Но за последние десятилетия правительство Москвы стало абсолютно другим. И вот это абсолютно другим делаем мы своими руками, мы меняем правительство Москвы. Я вот, наверное, попросил бы здесь, если можно, да, кликер. Сейчас мы включаем презентацию. Я хотела сказать, что, ребята, у нас еще формат предполагает общение. В любой момент можете поднять руку, задать вопрос, или зайти на платформу TBLive, которую мы сейчас выводили, и задать вопрос там. За лучшие вопросы будут у нас призы. Спасибо. Жалко, что выступающий мне. Я вот хотел бы обратить внимание на первый слайд. Это все то, что мы делаем вот на этой картинке. Мы контролируем недвижимость, контролируем земельные участки, контролируем летние кафе. Меня как выпускнику мировой экономики. РГГУ, конечно, это вообще самая профильная моя деятельность. Мы следим за тем, чтобы в городе не было самостроя, за тем, чтобы в городе не было ветхих объектов. И самое главное, наверное, это вот последняя часть этой картинки. Мы все эти процессы трансформируем, роботизируем и делаем суперсовременными. Мы вносим те передовые практики, которых нет ни в одной стране мира. Я все время повторяю эту фразу, она очень для меня важна. Москва конкурирует с мировыми мегаполисами. Наш мэр всегда так говорит, мы не конкурируем с другими городами России. Мы помогаем им, внедряем там лучшие практики, которые здесь делаем. Но мы не конкурируем с нашими городами, мы конкурируем с крупнейшими столицами, с Лондоном, с Токио, с Нью-Йорком. И мы стали побеждать. Мы стали побеждать, потому что именно здесь внедряются лучшие практики. И эти лучшие практики делают наши сотрудники, такие, как мы с вами. Поэтому к вопросу о том, кого мы ждем у себя на работу, мы ждем у себя людей, которые умеют думать. Мне абсолютно все равно, работает у меня специалист по связям с общественностью, психолог или экономист. Мне важно, чтобы этот человек умел трансформировать пространство и умел делать изменения, создавать среду, комфортную для горожан и комфортную для нас. Ну, наверное, немножко после того, как я рассказал про себя, я расскажу все-таки про наш департамент, про наш орган власти. Я уже обозначил те сферы деятельности, которыми мы занимаемся. Все, наверное, к сожалению, помнят трагические события, когда горели объекты, крупные торговые центры, ночные клубы, были человеческие жертвы. И в большинстве случаев, к сожалению, мы сталкиваемся с таким понятием, как самострой. Одна из ключевых задач инспекции это сделать так, чтобы в городе все строилось по закону и чтобы не создавались те объекты, которые могут нанести вред горожанам и гостям столицы. Наверное, все вы заметили, что за последние 7-10 лет, ну, даже меньше, наверное, за последние 5-7 лет город сильно поменялся. У нас ушли страшные халабуды, которые у нас были на центральных улицах. У нас стало комфортно, люди с удовольствием гуляют по пешеходным зонам, к нам приезжают туристы. Москва уже не первый год попадает в топы по туристическому потоку, особенно это было ярко до пандемии, когда границы были открыты. Сейчас больше, конечно, мы на внутренний туризм работаем, но и те, кто имеет возможность приехать в город, они приезжают и отмечают, что город стал совсем другим. Еще раз повторюсь, это очень важно и для меня, как сотрудника правительства Москвы, и для меня, как москвича, если раньше мы любовались Барселоной, Миланом, Лондоном, и мы смотрели, как сделано там, то сейчас мы любуемся, как сделано у нас. и на самом деле жители этих крупных городов тоже приезжают сюда и всем здесь нравится. Сейчас наша задача, чтобы в каждом районе города, не только в центре, но и в спальных районах, было так же комфортно, потому что, конечно, проблемы, которые были созданы в 90-е, да и в советский период, их еще очень много, и с ними мы сейчас активно работаем. К сожалению, наши проблемные объекты сопровождаются вот такими страшными находками. Опять же, как правило, все незаконное находится в незаконном. Это надо четко понимать, и когда мы боремся с проблемными объектами и подчас демонтируем такие объекты, мы находим вот такие вещи, которые точно на благо нашего города не служат. Ну и очень часто, к сожалению, мы привыкаем к определенным местам и даже не подозреваем, что объект, к которому мы привыкли выпить чашку кофе, пообедать, сходить, не знаю, посмотреть какое-то театральное представление, мы даже не подозреваем, что это объект проблемный, что он может причинить нам угрозу. Наша задача, собственно говоря, как органы исполнительной власти правительства Москвы защитить горожан от таких объектов, которые могут нам навредить. Ну и кроме того, мы, конечно же, занимаемся и приведением в порядок объектов, которые относятся к объектам культурного наследия, объекты, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Мы приводим их в нормативное состояние вместе с правообладателями этих объектов и делаем симпатичнее наш город. И, собственно говоря, то, на что я обратил внимание в самом начале, только за прошлый год мы внедрили новые технологии, которые позволяют нам выявлять, документировать и ликвидировать те проблемные объекты, которые, и нарушения законодательства, которые выявляются в ходе нашей деятельности. Мы используем технологии искусственного интеллекта, и в прошлом году мы научили нейронные сети распознавать проблему по тем признакам нарушений, которые важны для нас. Каждый день у нас летают квадрокоптеры по городу, 25 квадрокоптеров больших, крупных, которые выявляют проблему в режиме онлайн, мы эти проблемы решаем. У нас есть пилоты в штате, которые рулят этими квадрокоптерами и, собственно говоря, выявляют эти проблемы. Мы программируем, сами делаем алгоритмы, которые позволяют камерально выявлять нарушения без выхода инспектора на место. Раньше кто такой был инспектор? Инспектор – это человек, который выходит на территорию и что-то документирует. Сейчас инспектор – это эксперт. В первую очередь, это человек, который принимает решения. Принимает решения посредством использования самых современных технологий. Ну и, собственно говоря, в завершении, я уже даже не буду об этом говорить отдельно, но еще раз подчеркну, потому что нам важно, чтобы те люди, которые хотят сделать что-то хорошее в этом городе и готовы прикладывать к этому усилию и вносить часть себя в этот процесс, стали частью нашей команды. Ровно для этого мы сегодня приехали к вам, ровно поэтому мы рассказываем то, чем мы занимаемся, и ровно поэтому мы всех ждем вас к нам на стажировки, ну а потом на работу. Спасибо. Спасибо огромное, Владислав. А у нас еще есть вопросы. Вопросы. Вам так что рано забрали микрофон. Ребята, еще раз говорю, что можете задавать вопросы с места, если желание. У нас есть прекрасные девушки с микрофонами. И попрошу вывести вопросы с платформой. Один из вопросов, который пришел, какие новые проекты планирует провести правительство этим летом и планирует ли вообще? Не знаю, скажете ли за всю Одессу? Ну конечно. Проектов очень много. Очень важно, что действительно в прошлом году была такая тяжелая ситуация, когда появилась пандемия. Это то, чего никто не ожидал, никто не ждал. И мы точно не строили экономические прогнозы, сходя из вот этого черного лебедя, который появился в прошлом году. Тем не менее, важно, что в прошлом году экономика города ни на минуту не остановилась. Стройки работали, транспорт работал, мы работали, и экономика города вышла из пандемии, из такой критической ситуации, в которой она была в прошлом году, с очень неплохими результатами. И в этом году мы не остановили все те проекты развития, которые были запущены в городе и в позапрошлом году, да и сейчас запускаются. Мы продолжаем заниматься благоустройством спальных районов, продолжается программа «Мой район» достаточно активно, это программа благоустройства мест, где мы с вами живем. Продолжается закупка самого современного транспорта, все мы, наверное, хотя бы раз ездили на электротранспорте, на электробусах, которые в городе заместили троллейбусы и автобусы будут замещаться электробусами. Эта программа продолжается. Продолжается массированное строительство метрополитена, транспортных развязок, хорды должны у нас соединиться в ближайшие годы и разгрузить это транспортные потоки. Поэтому все те инфраструктурные крупные проекты, которые в городе были запущены, они продолжают жить. Ну а под этими крупными проектами есть огромный пул маленьких таких, на первый взгляд, не очень важных, но нужных для города, горожан, проектов. Мы в этом году проводим инспекцию, проводят инвентаризацию территории города. Это проект, который позволит нам выявить весь пул проблем на территории города и с этими проблемами вместе побороться. В этом году мы запустили большой проект с Яндексом по выявлению проблем в сфере целевого использования земельных участков. Мы подписали соглашение, по которому мы обмениваемся информацией с крупнейшим агрегатором, и это нам помогает эффективно выполнять наши задачи. Но и таких проектов много, о них можно долго рассказывать. Наверное, когда вы придете к нам или в любую другую структуру правительства Москвы, вас точно погрузят в эти проекты. Есть вопрос, так как вы сказали, что ваш путь вообще начался с практики, какой процент, вот конкретно, например, у вас в департаменте людей, которые приходят на практику, потом имеют возможность остаться на работу? Ну, я бы так сказал, если мы берем стажеров, то, наверное, каждый второй остается у нас на работе. Если мы говорим о людей, которые приходят на короткую практику, то это, как правило, каждый третий, четвертый. Но в целом мы очень любим принимать на работу молодежь, поэтому у нас такой процент, он высокий, я бы сказал. Мы в целом в конце мероприятия поговорим про стажировку и про критерии отбора, но сейчас есть вопрос, я его немножко переформулирую. Какие вообще в целом у вас критерии выбора, когда вы смотрите людей в вашу команду? Ну, я уже, в принципе, об этом сказал. Если человек умеет размышлять и умеет выстраивать причинно-следственные связи и логически выстраивать диалог, то это уже повод для того, чтобы его рассмотреть как кандидата. Важный критерий, конечно, для нас это порядочность и открытость того человека, который приходит к нам на работу, потому что работа у нас контрольная, она специфическая с точки зрения того, что мы взаимодействуем с юридическими лицами, с гражданами, и для нас важно, чтобы все то, что мы отдаем во внешнюю среду, соответствовало законодательству, чтобы человек, который у нас работал, он, что называется, до мозга костей был честный. Поэтому, ну, помимо вот этих вот ментальных способностей, о которых я сказал в начале своего выступления, конечно же, честность и порядочность. И есть один вопрос по карьеру, и про карьеру, и будем переходить дальше. Могут ли, нет, не этот я хотела задать, после правительства Москвы есть ли возможность карьерного роста в правительстве России? Он такой общий, но в целом вы отличный кейс по карьерной лестнице, потому что пришли с самого, там, стартовой позиции, сейчас занимаете топ-позицию. Ну, на самом деле, когда я был, у нас есть такая должность советник, советник это должность специалистов, ну, если в ранжировании объяснить, то это ведущий специалист, главный специалист, консультант, советник, а дальше уже начальник отдела. Вот когда я был советником, я перешел в правительство России как раз на работу федеральную, в антимонопольную службу, и там потрудился какое-то время, время на должности руководителя подразделения. Сейчас кадры из Москвы, ну, поверьте, с удовольствием берет не только правительство России, но и самые крупные корпорации, поскольку здесь умеют делать то, что не умеют делать нигде. Поэтому, конечно, да, отвечая на этот вопрос, конечно, возможно, мало того, возможно и с повышением пойти, поскольку главная задача любого управленца, который занимается HR-ом и набором персонала, набрать тех людей, которые будут решать сложные задачи. В правительстве Москвы ребята умеют решать эти сложные задачи. Ну и финальный вопрос для вас. Что из изученного в РГГ вам пригодилось в работе? Да все пригодилось. На самом деле, знаете, я вспоминаю первый курс. У меня был такой предмет на мировой экономике, назывался экономическая география. Вот до сих пор вещи, которые мне преподавали здесь, у нас был такой преподаватель Крысов Виктор Вадимович, вот до сих пор вещи, которые здесь преподавались, я их использую при построении моделей. На самом деле, я не могу вспомнить в своей студенческой жизни бесполезного предмета. Ну не помню, потому что любой курс, лекционный, любое семинарское занятие, которое вы посещаете, расширяет ваши возможности. Пусть даже вы, может быть, не будете никогда заниматься теорией вероятности, вот у меня был такой предмет, я не применял ничего из теории вероятности. Но на теории вероятности я научился правильно выстраивать прогнозные модели. Теперь я могу их выстраивать. Да, это не очень связано с теоретической составляющей, которую мне здесь преподавали, но меня научили думать. И ваша задача – учиться думать. Это очень важно. Поэтому я бы сказал, что все, что было здесь, в этих стенах, оно пошло только на пользу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова